мы сразу видео номер два для всех у кого есть желание пришло в голову знаете я здесь ну во первых когда я в америке здесь люди которых я впервые вижу или не так часто вижу спрашивают часто за германию то есть им интересна разница главный вопрос раньше было это беженцы что там беженцы как там и с ними да второй вопрос наверное самый частый это что собираешься делать штатах такой же вопрос задают мне в германии что я собираюсь делать штатах честно говоря я примерно знаю может быть даже сказать точно или примерно и точно и примерно я знаю чем я буду здесь заниматься конечно я как сказать смотрю пока на все это со стороны есть какие-то желания у меня представления поэтому я вам не могу рассказывать знаете сейчас наперед вы все это увидите сами но то есть что касается работ тоже можно в принципе здесь можно заниматься все всем чем хотите но я думаю несмотря на все это нужно все равно владеть языком потому что язык это наверное может быть один из самых главных барьеров в вашей карьере если вы хотите чем-то занять себя без языка сам понимаете никуда да что касается зарплат тоже часто спрашивают то есть сравнение зарплат между германией сша знать мы тут сидели как-то за столом и начали что-то тема зашла разговор зашел о том средняя зарплата в сша давай одни говорить одну сумму другие другую ни один парень в принципе точно назвал он сказал там что то в районе четырех пяти тысяч долларов средняя зарплата в сша не пустого как мы загуглили да где-то четырех семьсот там до пяти тысяч средняя зарплата в сша получается если взять германию я сейчас не гугля а смотря пару лет назад на телевизору передачу видел когда вы ртл куда если кому-то интересно есть такой канал германии показывали что 7000 евро средняя зарплата сша ой в германии да и тут задаешься вопросом как зарплаты в принципе в сша выше по моему мнению да и по мнению многих других в определенных профессиях здесь можно зарабатывать более больше денег те же айтишники знаете постоянно стремятся приехать сша то есть заработать максимально возможную сумму денег да и лучше мне это я сам рассуждаю да то есть в америке есть 6 слоев населения это опять же я слышал эту информацию по радио радио vdr свой радиоканал я когда в ночную смену работал у меня постоянно было включено радио поэтому такие вот репортажи вкусного характера я слушал да и в общем 6 слоев населения не есть не просто бедный средний богатый а есть супер бедный есть бедные есть средний есть нам не знаю высший средний класс есть богатый класс есть супер богатый класс в общем в общей сложности делится на 6 слоев германии же можно просто разделить бедные средний богатый и поэтому я считаю тут еще важно знаете может быть да вот это основная причина почему средняя зарплата в штатах отличается от германии да что касается работы я с многими людьми разговаривал люди называют свои зарплаты и очень часто любят говорить о зарплатах не как у нас в месяц а в год то есть очень распространенно цифра идет в год сколько ты зарабатываешь в год что касается например ну вот допустим я спрашиваю вот сколько нужно в америке ну поначалу я спрашивал чтобы достаточно прилично жить да то есть без забот чтобы всегда было что одеть квартиру заплатить за машину продукты и так далее ну три тысячи это минимум какие цифры мне называли три тысячи это мы сейчас будем тоже опять же говорить про миннесоту потому что в америке 50 штатов здесь зарплаты очень отличаются не только зарплаты но и налоги например давайте вам приведу пример одна знакомая семья из массачусетс переехала во флорида массачусетс парень зарабатывал там четыре с половиной пять тысяч долларов в месяц это была стройка и приехав во флориду ему там дали на старте четырнадцать с половиной долларов и он сказал это это неплохо то есть для начала вы понимаете четырнадцать с половиной долларов в час вы никогда не увидите на зарплату размером четыре тысячи долларов то есть это что касается этого есть дорогие штаты из более дешевые штаты в общем есть штаты в которых просто люди только скажем высшего уровня высшего класса до могут себя прокормить потому что там все дорого да налоги большие могут быть может быть аренда жилья высокая но опять же зарплата соответственно в общем жизнь дороже что касается миннесоты миннесота я знаете как бы ну сначала ну не 100 миннесота немой штат на эти мечты но когда поглубже вдаешься во все эти подробности о том каков уровень жизни людей в миннесоте единственный минус для меня миннесота это погодные условия холодная зима очень переменчивый климат и лето как в бане то есть я не знаю очень влажное лето поэтому здесь без кондиционеров мы никуда они здесь практически везде да давайте сейчас конкретно буду говорить о том сколько люди зарабатывают а есть тракисты я думаю одна из самых популярных профессий они люди я конкретно с людьми разгарит эту работу в зависимости от того что они перевозят на какой машине они большие большой автомобиль маленький он называется ну допустим бэк бакс трак или берут вот этот спринтер то есть там возможно вместе зарабатывать если конкретно по полной программе не сочковать да можно там 15 тысяч долларов в месяц грязными зарабатывать то есть 6 7 это вообще не проблема вот например водитель большого трака говорит берет он груз в миннесоте везет его в арканзас за него дают ему три с половиной тысячи это уже большой тракт снимает рак называется называется здесь и цены тоже отличаются на груз для того чтобы вернуться в миннесоте он вынужден был взять груз стоимостью полторы тысяч нужно было возвращаться домой и в общей сложности заняло это все три дня он заработал грязами 5000 долларов но это примерно так что касается стройки до настройки вам тоже знаете объявления смотрю в принципе 16 так долларов в принципе нетрудно найти работу ребята рассказывают ложат ламинат да некоторые это 25 до 39 долларов в час это я самую высокую оплату в час слышу говорил мне парень я не знаю насколько это правда люди знаете у них есть такая склонность называть цифры более высокий чем на самом деле я получаю 35 скажу 39 я хвостану поэтому я считаю 25 это реально настройки я считаю здесь в америке люди зарабатывают достойные деньги если у них конечно есть опыт экспириес хотел тоже понтонутся знаниями английской да в общем давайте еще коротко вот например в любой магазин заходите в любой ресторанчик заходите везде висят объявления да мы нанимаем например любые супермаркеты да ну от 13 долларов да в принципе сейчас я вижу везде 15 долларов нанимает в тот же макдональдс до 15 долларов стартует зарплата в принципе да это коротко что я успел рассказать дать я должна парковку заехал чтобы закончить видео в принципе все все что успел сказать у меня на это было всего 10 минут всем спасибо за внимание я еду домой ждут меня с едой там